Где он тот самый мост в Колпино? Эта байка родилась не в Колпино, а на просторах интернета. Где-то в далеком уже 2012 году некий шутник разместил в интернете очень красивую фотографию старого моста с подписью «Древний мост, Колпино, Россия». Эта картинка разошлась с моментальной скоростью, собрала очень много восторженных откликов и лайков. С тех пор огромное количество пользователей Рунета мечтают побывать в Колпино и своими глазами увидеть старинный мост, который своим видом очень напоминает какое-то сказочное сооружение. Сейчас, в 2016 году, уже стало реже встречаться эта картинка, но все-таки попадается местами. Нужно сказать честно, жители Колпино, встречая такие посты в комментариях, обязательно сообщают, что «ну нету у нас такого моста». Вообще в Колпино очень много мостов, красивых и не очень. Есть даже один разводной мост на территории промышленной площадки, но об этом, может быть, в другой раз расскажем поподробнее. Вернемся к нашему старому мосту. В Колпино действительно есть старый каменный мост. Единственный каменный мост в нашем городе. Это старый железнодорожный каменный мост на улице Загородной. Он был построен как часть Санкт-Петербургской Московской железной дороги в 1847 году. Сейчас по нему поезда не ходят, машины тоже. К счастью для моста, современная линия железной дороги прошла в стороне от этой линии, благодаря чему он, очевидно, и сохранился по сей день. Ну и давайте немного поподробнее узнаем про тот самый мост потрясающей красоты, фотография которого взбудоражила пользователи интернета. Поможет нам взглянуть на него вживую Наталья, которая побывала там, видела мост своими глазами, сняла его на видео и любезно разрешила использовать это видео в нашем сюжете. Ссылка на канал в описании. Мост Рокатсбрюке, также известный как Чёртов мост, находится в немецком парке Кромлау в Саксонии. Эта надводная базальтовая дуга была построена в 1860 году и по сей день поражает многих своей дьявольской точностью и живописным окружением. Мост вместе со своим отражением при необходимом уровне воды образует четкую окружность, независимо от точки наблюдения. И, кстати, он моложе нашего Колпинского моста. По легенде, один малоуспешный архитектор заключил сделку с нечистым духом, который обещал помочь ему создать необычный мост, но взамен требовал душу первого, кто пройдет по новорожденной переправе на другой берег. Нечистый вселился в человека и помог ему построить желаемое. Когда мост был завершен, злой дух вышел из тела и стал ждать свою плату. Хитрый архитектор пустил к мосту собаку. От негодования нечисть бросилась в воду и ее больше никто не видел. По другому преданию, тот, кто в полнолуние проплывет на лодке под чертовым мостом, сможет открыть себе скрытые способности. При этом строго-настрого запрещается смотреть на свое отражение или касаться воды. Среди некоторых исследователей мистических явлений бытует мнение, что мост является порталом в другие миры. В 1983 году на территории парка бесследно пропало два шведских туриста, которых в последний раз видели неподалеку от таинственного моста. Но это не Коллинская байка. Что будет, если мы проплывем под нашим каменным мостом, остается только догадываться. Вот такой замечательный мост и чудесные байки с ним связанные. Остается нам только позавидовать. Наш каменный мостик, конечно, такой славы не обладает. Обычный трудяга, который доживает свой век. Но от этого он не менее красивый и дорогой для жителей Колпина. Да, кстати, если хотите узнать больше про Колпинские мосты, то ищите книгу Евгения Сизенова «Колпинские мосты», посвященную этой теме. Ну, наверное, спрашивайте в библиотеках. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на ижорский телевизор. Смотрите наши предыдущие серии и, конечно, смотрите следующие выпуски Колпинских баек. Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»